За прошедшие сутки на Театре военных действий произошли следующие изменения. На Харьковском направлении продолжаются бои по всей линии фронта. Ввиду многократного численного преимущества, ВСУ смогли прорваться на отдельном участке и взяли под контроль населенный пункт Цуповка. На Луганском фронте продолжаются бои за северо Донецк. Кольцо вокруг украинской группировки на заводе Азот продолжает сжиматься. Сама группировка еще пытается держать оборону, получая скудное снабжение, которое доставляется ночью на лодках вплавь, а также через Ленинский мост. Российские войска зачистили северо-западную часть Тошковки. После взятия важного пункта Врубовка российские войска продолжили наступление на Николаевку. Наступление осуществляется с двух сторон, в том числе и с Наркова. Взятие Николаевки важно для выхода на Лисичанский нефтеперерабатывающий завод с южной стороны. Также будет дополнительным давлением на трассу Артемовск-Лисичанск, которая все еще удерживается украинской стороной. На Донецком направлении войска ЛДНР продолжают штурм Семигория для завершения окружения Новолуганского и Углегорской ТЭЦ и перелезания двух каналов питания. С восточной стороны для выполнения поставленных задач помогают подразделения Вагнера. В районе Углидара ВСУ безуспешно пытались отбросить российские войска от Павловки. Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли позиции ВСУ в Авдеевке и окрестностях Нью-Йорка, благодаря чему интенсивность обстрелов гражданских кварталов Донецка и Синоваты снизилась по сравнению с предыдущими днями. В районе населенного пункта Селидово нанесено поражение живой силе и военной техники 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Уничтожено до 200 человек, в том числе и иностранных наемников, а также две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача, в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск Александрия. В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях. В Николаеве на территории трансформаторного завода калибрами уничтожено 10 американских гаубиц М777 и 20 иностранных боевых бронированных машин.